МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И в течение ближайшего получаса у нас будут в студии наши гости. Решите их представить. Елена Умечевич, руководитель исполкома Оренбургского регионального отделения Бессмертный полк России. И председатель правления Центра обращения граждан, дети войны Владимир Васильевич Федоров. Кроме того, по ходу программы у нас будет идти интерактивное голосование. Вы сможете ответить на вопрос, набрав номер телефона, соответствующий выбранному вами варианту. Вопросы интерактива и телефоны вы сейчас видите на ваших экранах. Как вы празднуете День Победы? Ходим всей семьей на парады и шествия, смотрим все мероприятия по телевизору, навещаем родных, участников и ветеранов войны. В преддверии празднования Великого Дня Победы в эфир выходит множество программ, фильмов, посвященных этому празднику, в том числе и на нашем канале ОРТ. Есть о чем рассказать и нашим гостям. Елена, давайте начнем разговор о ваших проектах. Нам интересно узнать, о чем они. Проектов много разных. Хотелось бы остановиться на наиболее актуальных сегодня, о которых мы буквально каждый день занимаемся. Это, конечно же, наше шествие, к которому мы готовимся. Это традиционный квест в преддверии 9 мая. И сейчас возродился новый проект, к нам присоединился. Это проект «Письма на фронт». Вы о нем уже знаете, вы его транслируете, можно на вашем канале увидеть ролики этого проекта. Значит, о чем этот проект? Вкратце расскажу. В 2007 году в Ленинградской области поисковики, наше движение поисковиков, подняли, нашли девушку-почтальонку с этими письмами. Письм было немного, или много, как посмотреть, но, наверное, больше читаемых, чем не читаемых. Почти 50 штук, плюс еще потом нашли дополнительно несколько писем, которые сейчас вошли в новую работу. Это письма, которые, к сожалению, не дошли до адресатов, до солдат. Это письма из домов, от родственников, от близких, семей, ребятам на фронт. И, соответственно, обратно они не получили ответа. И вот эти письма, некоторые из них сохранились в хорошем состоянии, можно прочитать. Они были оцифрованы, и на основании этих писем как раз реализовывается этот проект «Письма на фронт». Актеры театра нашего российского читают эти письма. Снято много очень видеороликов, эти письма озвучены. Также мы сотрудничали с не только оренбургскими актерами, а такой известный актер, как Всеволод Кузнецов, известный голос, наверное, многих, он согласился активно принять в этом участие. И заставка как раз каждого видеоролика — это вот этот знаменитый голос Всеволода Кузнецова. В этом году этот проект участвовал в конкурсе лучших практик региональных проектов патриотической направленности, и письма на фронт заняли второе место. В городе Сочи мы ездили, презентовали его, и выиграл дополнительные средства на реализацию. То есть те новые письма, которые мы получили, руководитель проекта, кстати, Надежда Черепова, которая руководит тем процессом и основное контактное лицо этого проекта, ребята начали новую работу над новыми письмами, которые можно будет теперь включить в сборник. То есть кроме видеороликов еще создан сборник с этими письмами, потому что сами письма оригинала не ушли в музей. А чтобы родственники получили эти письма, создан целый сборник с этими письмами, которые родственники, если найдутся, им отдаются вот эти сборники с цифрованными этими письмами. — Где-то в сети можно найти, чтобы вся страна, любой желающий мог посмотреть, почитать? — Да, конечно, можно найти в социальной сети ВКонтакте группа официальная, так и называется, письма на фронт. Либо обратиться к Надежде Череповой, ее можно найти тоже в ВКонтакте, и посмотреть эти видеоролики. — Очень интересно. Кстати, действительно, цикл программ «Письма на фронт» можете увидеть на нашем канале ОРТ. Это не единственный проект. Целый цикл передач вышел, сейчас посвященный 9 мая. О победе нашего народа выходит на нашем телеканале ОРТ. Этой весной ОРТ вместе со всей областью читает письма на фронт, вспоминает День Победы с детьми войны и смотрит любимые фильмы о Великой Отечественной. Одной из главных премьер сезона стал проект «Мээха». Десять историй устами правнуков-героев. Среди участников школьники от 8 до 17 лет. О войне и победе они знают лишь по рассказам взрослых, но у каждого из них свой взгляд на четыре кровопролитных года. В семье Ивана Макарова большинство родственников вернулись с полей Великой Отечественной живыми. В эфире ОРТ юноша рассказывает о подвиге своего прадедушки. Ефим Трофимович закончил войну в Кёнигсберге, получил медаль за оборону Ленинграда. Об ужасах фронта рассказывать не любил. Историю сражений Ефима Макарова потомки восстанавливали по наградным листам. Хорошо, что есть, хорошо, что дети. Мы помним, и я надеюсь, что это станет хорошим примером для многих ребят нашей области, то и в целом страны и мира. Финальный аккорд уже по традиции 9 мая. В прямом эфире ОРТ покажет парад победы. Начало в 10 часов. Наша съемочная группа встанет и в ряды бессмертного полка. А вечером уже по традиции праздничный концерт и салют. Полная картина 9 мая в программах «Новости дня» и «Акценты». Следующий вопрос, Елена, про ваше движение. Давайте вот цель вашего движения. Во что это, как зародилось, во что превратилось. Или во что будет превращаться дальше. Какие-то, может, у вас видения. Потому что все это движется, все это меняется. Все равно это люди, это общество. Вот расскажите о вашем движении. Я думаю, что ни для кого не секрет, что бессмертный полк России – это уже народное движение. То есть это не то, что даже вот то, что мы организация, да, образовалась не так давно. Это не просто акция. Это уже целое движение. Это целая жизнь. И, конечно, основная цель бессмертного полка – это увековечивание подвига солдат Великой Отечественной войны. Это сохранение памяти о героизме нашего народа, о подвиге нашего народа. И, конечно, немаловажной целью является восстановление преемственности поколений. Потому что даже нашей задачей, даже не то, что задачей, долгом нашим является сохранить эту память и передать память другим поколениям. Потому что наши герои живы, пока мы о них помним. И основной целью, конечно, является вот то, что я перечислила. Движение началось сначала с маленьких акций, да, это несколько сотен человек собирались, проходили с портретами. И с каждым годом количество желающих принести своего прадеда, своего родственника становится все больше и больше. В прошлом году эта цифра достигла почти около 40 тысяч людей. В этом году мы думаем, что их будет еще больше. И движение – это целая жизнь. Потому что, когда смотришь, один раз была участником движения с места, так скажем, да, и видела картину сверху. Это целая река людей. Это целая река поколений тех героев, которые на портрете, и тех людей, которые эти портреты несут. Вот невозможно без эмоций к этому относиться, прошу прощения. Прям накрывает волной чувств. И я думаю, что это семейная традиция уже, это семейный праздник. Не только 9 мая, а вот именно пройти со своим прадедом, со своим родственником. И пронести эту память через эту реку жизни. Бессмертного полка. Спасибо. Спасибо, кстати, про преемство с поколений. Владимир Васильевич, расскажите о вашей организации. Мы не зря пригласили сегодня в студию представителей общественных организаций разных поколений. Организаторов и руководителей разных поколений. Расскажите о вашей организации «Дети войны». Организация «Дети войны» создана была только в прошлом году. Как юридическая организация зарегистрирована и создана она была именно сами «Дети войны». То есть, конечно, истоки были намного раньше. Одна из закоперчиков, генераторов этого была Софья Радушина, которая вела программу «Дети войны». На сегодняшний день, к сожалению, такую программу никто не ведет. Ну, нет финансирования. Она была добровольной, всем этим занималась. Инициативные группы были созданы у нас по Оренбургской области, и они объединились и избрали меня председателем правления. Инициативная группа, в том числе Пенькова Евгения Ивановича, «Царство небесное», Радушина Сова Семенова, тоже она уже похоронена. Более трех лет назад, три года исполнится сейчас, в июле месяце. Я хочу главное сказать, что дети войны – это люди, это поколение, это как раз вот та нить, предельность поколений, которая является наследниками их отцов и матерей. Это те, которые пережили не только ужасы этой войны, а те Великой Отечественной войны, которые планировало поставить на колени всех, все народы Советского Союза, фашистской Германии. Они не просто пережили, они после войны за 15 лет подняли из руин наше государство. В частности, по Оренбуржью в конце 1941 года сотнями эшелонов сюда шли заводы, фабрики, размещались. Более 10,5 тысяч детей-сирот, которые остались без родителей, были размещены у нас в Оренбургской области. Эти люди до сих пор здесь живут. Одним из закоперщиков тех и основополагающих на сегодняшний день является градообразующим предприятие «Стрела» – машиностроительный завод. Они уже в декабре месяце 1941 года уже выпускали технику вооружения, самолеты. Есть музей, музей открыт, туда можно пройти, посмотреть, можно прийти туда со школьниками, учителям. К сожалению, Министерство образования на это не обращает внимания. А вот тогда дети войны как раз, они стояли у станков под открытым небом на ящиках, чтобы достать до станка и выполняли нормы за взрослых. Потому что не было кому работать, были только женщины, инвалиды и дети. Владимир Федорович, у нас звонок в студию. Сейчас, минуточку, давайте послушаем телезрителя. Алло, здравствуйте, представляйтесь, не забывайте. Добрый день, меня зовут Мария. У меня такой вопрос. Вот в этом году бессмертный полк опять пройдет вечером в Оренбурге. А почему бы не сделать его сразу после парада? Ведь так будет удобнее для ветеранов и просто для Оренбургцев. Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Очень актуальный вопрос на сегодняшний момент. Ведь ни для кого не секрет. Все увидели и в СМИ, и в социальных сетях о том, что сначала и планировалось проведение после парада шествия бессмертного полка. Но очень много поступало сообщений, звонков от самих жителей нашего города, замечательной от области, о том, что хотят жители все равно проводить это шествие на проспекте Победы и в вечернее время. И поэтому не стали вносить никаких изменений в этом году. И по желанию нашего населения, по желанию жителей города Оренбурга, все осталось традиционно на проспекте Победы в 19.00. То есть как бы народное движение, народная воля, и в том числе было решающее мнение. Да, да, да. Ясно, ясно. Спасибо большое. Спасибо вам за звонок. Не забывайте нам, звоните. 43-45-07, наш телефон включен. Владимир Васильевич, давайте продолжим с вами. А какого количества детей войны в Оренбурге сейчас на сегодняшний день? Хотел сказать, начать с того, что закон о детях войны, он назывался закон наш региональный, был принят 4 с лишним года назад, в октябре месяце и 2014 года. На тот момент у нас в Оренбургской области проживало порядка 210 тысяч человек. На сегодняшний день у нас осталось порядка 120, менее 120 тысяч человек. То есть за 4 года в половину ушли дети войны. Поэтому, соответственно, вопрос хороший. И мы как бы делаем, стараемся делать все, чтобы обратить внимание на те проблемы, которые существуют сегодня в этой категории граждан, как их называют категории. Но я считаю, что дети войны – это не категория граждан. Это дети войны. В нее входят как раз все категории остальные. Это и труженики тыла. Это и ветераны труда. Это и инвалиды, которые считают, что это льготы инвалидов. А вот дети войны – это все, они объединены. Потому что это все люди, которые рождены, были на момент 2 сентября 1945 года, кому не исполнилось 18 лет. Это значит с 1927 года практически, с 1 сентября. То есть, когда закончилась Вторая мировая война. Вот с этого момента считают. Я хотел бы главное, наверное, сказать. Все они ждут внимания. Вот этого внимания не хватает. Мы стараемся делать все. Непосредственно вчера, это по инициативе города, мэра Дмитрия Владимировича Кулагина непосредственно, и его заместители Валентина Валентиновна Сытенкова, Золотухина Светлана Алексеевна, очень много делали для того, чтобы каждый год это делается, чтобы собирать детей войны в городе. Конечно, это же надо было делать не только в городе, это надо делать и в районах, потому что там почему-то забыты люди. И много случаев, что многие даже дети войны не учтены, хотя говорят учтены, я имею в виду по вопросам Министерства социального развития. И мы это наблюдаем, нам приходится заниматься таким вопросом, когда люди в одиночку остаются один на один с проблемами. Вот по мне бы, я бы сказал так, это та категория, которым нужно дать стопроцентные льготы на все. Это они строили и водопроводы, они строили и энергохозяйство наше, они строили и Газпром, и все остальное. Это на их плечах была поднята страна из руин. Их надо полностью освободить от всех различных тех финансовых нагрузок на ту пенсию, которую, к сожалению, не хватает на сегодняшний день. Спасибо. Спасибо, Владимир Васильевич. Мы сейчас прерываемся на рекламу, но вы не переключайте телеканал, смотрите нас дальше, участвуйте, звоните. Мы продолжаем нашу программу, мы продолжаем разговор в студии, посвященный всем мероприятиям, посвященным 9 мая. Владимир Васильевич, ну еще вопрос касаемо детей. Какие вопросы, какие проблемы решаете в вашей организации, в вашей Центре обращения граждан? Какие-то вопросы удается решить и благодаря чему? Два раза в неделю у нас проходят приемы, это обращение граждан и по телефону, и лично. К сожалению, до сих пор помещение нам, Комитет по управлению имуществом, не выделил то, куда могли бы прийти дети войны. Предлагали, но 10 квадратных метров в разрушенном, полуразрушенном здании или на Моссаджа-Лили, люди туда не доберутся. Мы снимаем помещение сегодня, это Центр молодежной политики, это бывший обком комсомола, Володарского 5, в третьем кабинете. Вы можете в любом случае, я говорю для всех, позвонить даже туда. У нас понедельник, среда с 11 часов прием, проходит он 2 часа, телефон 5808-93. Можете позвонить, если вы не можете, с любыми проблемами, связанными с социальным в том числе характером, но не материальными. К сожалению, нас никто не поддерживает. Дети войны, учредители, это 19 человек, из них, я как уже сказал, двоих мы похоронили. И есть там в том числе и ветераны, у нас фонд поддержки, социальной поддержки ветеранов государственной службы, многих из них, их родители, дети войны. Поэтому я вот, я тоже как ветеран, я также возглавляю ту еще организацию, и я продолжаю вместе со всеми нашими ребятами, мы поддерживаем, собираем деньги, ну, на цветы, на чай, чай пить, там, поздравления, но, к сожалению, денег, конечно, как всегда у всех не хватает. Отдаем своих, скажем так, вот я как пенсионер, я свою пенсию отдаю иногда, также отдают другие, либо есть бизнес, вот, с которым можно помогать. Ну, я надеюсь, что мы этот вопрос и решим, как нам сказали, пусть дети войны получают гранты. Вот, представляете, бабушки наши, которым 80 лет многим, да, 75, это самый такой возраст, должны получить гранты. Мы создали, есть хор, возглавляет хор Любовь Ивановна Митрюкова, она этот хор уже проходил, мы поздравляем иногда, поют песни, знаете, какие песни поют? Я люблю тебя, жизнь. Представляете, это люди 80 лет, 82, 83, они приходят, добираются самостоятельно и поют песни. Я люблю тебя, жизнь. И поднимают не только себе настроение, многие думают о палеотивных отделениях, они открывают, сколько денег выделяется. А это люди не туда идут, они идут, собираются, поют песни, выступают, хотят выступать, чтобы их видели. Они подают пример, подают пример яркий для молодежи. Они выступают, они работают с молодежью, они заботятся о людях поколения, которые оставлены без внимания иногда, бывает такое. То есть, те проблемы, которые возникают, они не думают о себе, они думают о других. Представляете, насколько заложено было социально, изначально в них, это вот послевоенные годы, когда они этим занимались, и в них это заложили кто? Родители. И вот это надо, конечно, принести, сохранить эту тонкую нить. Это важно. И надо продолжать. Сейчас они надеются на главное, что все-таки наша Родина, Родина, вспомнит о них. И к 75-летию хотя бы Великой Победы примут закон федеральный уже о детях войны. Мы надеемся встретиться вот 8-го числа с Сухаревым, это наш депутат в Государственной Думе. Он изначально готовил здесь региональный закон, он обещал медали детям войны в свое время. Я думаю, он действительно еще на это дело обратит внимание, все-таки и медали детям войны будут, обращаются. Для них важно это, это внимание прежде всего. А если к удостоверению медаль, дети войны, конечно, они с гордой оденут и выйдут так же. Конечно, конечно. Да, для кого-то это очень большой вид памяти и заслуг перед Отечеством. Спасибо большое. У нас есть звонок в студию. Да, слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Вы сказали, что нужно больше времени уделять детям войны. Вот у меня бабушка и ребенок войны. Хотела бы знать, она может рассчитывать на какие-то дополнительные льготы? Спасибо. Какие льготы существуют для детей войны? Ирина, я скажу главное, наверное. Если по нашим законам, к сожалению, принято таким образом, что дети войны, если они пользуются какими-то другими льготами, это, например, ветеран труда или инвалид, к сожалению, так, инвалид, то есть это считается льготой, или же это труженик тыла, то льготой дети войны не воспользуются по одной причине, что она уже пользуется какой-то льготой. А вот те люди, которые не имеют никаких льгот, а у нас этих людей стоит всего на учете на сегодняшний день по области 11,5 тысяч тех, кто получает эти льготы, то есть это мало. А всего стоит на учете и 120 тысяч на сегодняшний день Министерство социального развития поставил 38,5 тысяч. Очень интересно, а где остальные 100 тысяч? Куда они делись? Вот мы этим и занимаемся. Мы доходим до людей, мы едем по районам, не всегда это получается хорошо, но вот Сарактарский район уже глава, уже взялся за это дело. Мы сейчас планируем вообще переходящий знамя для того района, кто активно участвует в поддержке, в социальной поддержке детей в жизни. Планируем также, Ирина, мы по поводу льгот, вы в любом случае должны получить удостоверение, пусть ваша бабушка получит удостоверение. Это очень просто. Написать заявление, фотографию приложить в вашем районе, где она прописана или проживает, и в течение месяца обязаны это удостоверение выдать. Но имейте в виду важное. Мы за это боролись, мы это добились. Там должно быть указано не просто категория граждан, кому не исполнилось 18 лет, а там должно быть указано. Дети войны. Вот это мы добились, потому что это люди хотели. Они дети войны считают, они не категория граждан, которые 300 рублей дали и забыли. Или вот сейчас выходящий губернатор сказал, освободить кому? Уже детям войны освободить это за вывоз мусора. То есть бытовых отходов, это тоже нагрузка дополнительная. То есть люди как бы не имеют этих лишних денег. К сожалению, когда мы приезжаем в районы, мы видим состояние, в каком состоянии люди живут. Мы диву даемся. Нам приходится идти по магазинам, набрать пустые холодильники, не работающие там что-то. Ну, особенно одинокие дети войны. Ну вот, к сожалению, у нас пока не поставлен вопрос, так в Министерстве социального развития должен был. Спасибо. Спасибо, Владимир Васильевич. Более чем подробный ответ. Мы прерываемся на рекламу. Не переключайтесь. Все самое интересное еще впереди. Мы продолжаем нашу беседу о мероприятиях, касающихся празднования 9 мая. И сегодня в нашей студии еще один гость. Это Ирина Ухолова, региональный руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Оренбургской области. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. У меня такой вам вопрос. Расскажите о вашей организации, движении. Смотрите, мы Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Мы работаем с 2015 года, то есть у нас уже более 200 тысяч человек по всей стране. И в том числе мы работаем и в Оренбургской области, не только в Оренбурге, то есть у нас тоже вся область вместе с нами. Ясно. Какие мотивы, если у вас такое количество, какие мотивы у ребят, которые вступают в ваше движение? Что ими движет? На самом деле у всех разные мотивации. Кто-то просто хочет действительно себя чем-то занять после школы, после университета. Кто-то хочет просто научиться коммуницировать с людьми, научиться помогать, научиться организовывать мероприятия. И эти все моменты, самое главное, чтобы мотивация была внутренняя. То есть не все эти внешние плюсы, которых у нас тоже много, в том числе различные формы, всякие значки, экипировка. Но искреннее желание что-либо делать, как-то изменить себя, изменить все вокруг. А кто участники вашего движения? Возраст, категории есть? Какие-то там критерии или просто все желающие от Малдии или К? Ну, так как у нас специфика патриотического воспитания, то есть мы стараемся, чтобы люди подходили к этому осознанно. Получается, что волонтерам у нас можно стать с 14 лет. То есть мы уже берем ребят, приглашаем с этого возраста. И действительно до любого возраста у нас есть такая категория, как серебряные волонтеры. То есть и в 50, и в 60 лет можно помогать. Дети войны тоже могут стать серебряными волонтерами на наших мероприятиях. Ясно. Как вам попасть тогда? Расскажите. Это где-то в штаб прийти, заявление писать? Что такого у вас? Нет, сейчас в современном мире все гораздо проще. Самое главное, у нас есть сайт волонтеропобеда.рф. То есть на нем нужно зарегистрироваться, и тогда все увидят, что действительно ты хочешь быть волонтером. А что касается Оренбурга, то у нас есть группа ВКонтакте «Волонтеры Победы Оренбургской области». Там мы еженедельно проводим сборы, собрания нашей команды. То есть мы не просто провели мероприятия, забыли друг о друге. Мы действительно общаемся и учимся волонтерству. Нужно будет просто написать «Я хочу прийти, куда у вас будет собрание?» Мы пишем, что там во вторник в 4 часа в таком-то месте приходите, и мы будем знакомиться с этим волонтером. Ясно. Ирина рассказала, что одно из смыслов их образования и организации было патриотическое воспитание молодежи. В частности, сегодня, что касается патриотизма, буквально сегодня, наши корреспонденты вышли на улицы города узнать, как сохраняют оренбуржцы память о героях, о своих предках, о прадедах, участниках Великой Отечественной войны. Обязательно вначале пойду на площадь Ленина, а потом обязательно на вечный огонь. У нас там похоронены наши предки. С цветами обязательно. Это святой день. Мы ходим на демонстрацию тоже 9 мая. Берем с собой портреты деда. У нас дед участник войны. И у меня, и у жены. Берем с собой носим. 9 мая отмечаем обязательно. Ходим на памятники, на митинг ходим, на парад. Внуки и правнуки пойдут с портретами дедов со стороны мужа и с моей стороны, которые погибли. На сайт заходили на подвиг народа. То есть все эти данные есть о наградах, которые родственники получили за время Великой Отечественной войны. У нас альбомы есть, оцифрованные. То есть все это иногда смотрим, перебираем, вспоминаем. В этом мы как? Ну, в парад выходим, прогуляемся с детьми, нутками, нурочками гуляем. Дома у меня лежат ордена моего отца, прошедшего две войны. И финскую, и отечественную. На подушечке. Память наша об отце такая, что он мужественный человек был, храбрый был, не боялся. Прошел финскую войну, Великую Отечественную войну. Вот расскажите, у вас есть такие традиции в семье? Ну, вот уже так лично обращаюсь по сохранению памяти, по рассказам, обсуждению среди родственников, кто где. Ведь наверняка любая, взять любую семью, все были в любой семье России, наверное, были участники войны, ветераны в той или иной категории войны Великой Отечественной. Не всех она прошла мимо. Ну, я скажу буквально, может быть, о своей семье. У меня мама во время войны, она 24-го года рождения, похоронила ее уже. Но она была медсестрой. Вот, она закончила на тот момент, их отправили сразу копать окопы. И видела и бомбежки, и мессершмитты, и летевшие в разные стороны руки, ноги голые, кровь и все остальное. То есть, уже в то время, и вот эта память, конечно же, я сохранил ее рассказы, я это передаю. У меня трое детей, я им передал, закладываю в них эту основу. У меня есть уже внучка, которая тоже это знает. Брат родной моей мамы, он танкист, прошел через всю войну, поменял пять танков. Сам весь в шрамах, куча орденов, тоже похоронен уже. Вот, и отец мой работал на одно время на стреле непосредственно, то есть, участвовал сам он с Сарактарского района. И тоже он, это как раз категория, он 26-го года рожден, тоже похоронил я уже и отца. Вопрос главный в том, что память, она остается, пока мы живы. И вот это важно, передача поколениям той информации, сохранить именно то, что мы знаем, чтобы такого, во-первых, не повторилось. Нам война не нужна, мы к этому не стремимся, но мы всегда готовы встать, если нужно, и сказать свое слово достойно, и если нужно, с оружием в руках, пойдем, будем защищать нашу территорию, наших людей, наши семьи. Спасибо, Ирина, у вас. У меня тоже, мне кажется, уникальная семья, потому что у меня дедушка ветеран войны, он 23-го года рождения, и бабушка она 30-го года рождения, то есть, они мне лично это все рассказывали, все передавали, и тут мы говорили про мотивацию, вот у меня мотивация, наверное, пошла из семьи, потому что я с самого детства помню, как, наверное, иногда вместо того, чтобы рассказывать мне сказки, бабушка рассказывала о том, что было на войне, как ей было тяжело, что в 11 лет, по сути, она и ее два брата, сестра остались без кормильца, у них умер отец, он без вести погиб на войне, потом пропал, да, погиб уже потом на войне, и дедушка, который, ему исполнилось в июне, там, на 17 лет, у него был выпускной, и ему приходят два письма, одно письмо о том, что он поступает, его приглашают поступать в Ленинград, построить на университет, и второе письмо, то, что его вызывают на фронт. И он мне это все рассказывал, это, на самом деле, очень страшно и ужасно, я не знаю, как они это пережили, потому что, по сути, сейчас я такого же возраста, как они, и я это сейчас на себя перекладываю, и понимаю, зачем это все нужно было, и мы вместе с детьми войны, с бессмертным полком, с волонтерной победой будем обязательно сохранять эту историческую память. — Интересно, вот, Ирина, ты говоришь, что страшно представить, если перевести это на себя, вот, вообще, День Победы, война, служба, отчизни, как бы, защита Родины, все, какие-то понятия более мужские, и у нас сегодня присутствует два руководителя таких движений, объединений, девушки, каково это быть руководителем девушкой? Трудно? Почему, где мальчики ваши, где пацаны, где мужчины? У нас тоже такой вопрос, поэтому, ребята, мужчины, если вы хотите, да, вступайте в волонтеры Победы, но смотрите, тут вы со стороны больше военное, патриотическое воспитание, но у нас же первое слово волонтеры, а волонтеры почему-то больше ассоциируются всегда с девочками, и, наверное, это тоже идет из истории, когда именно женщина, она добровольно что-то делала, помогала, вот эти сестры милосердия и так далее, но у нас есть мальчики, у нас есть региональные у нас есть региональные руководители в других регионах мужчины, в районах у нас в местной отделении тоже руководят мужчины, поэтому их немного, но они есть. Ну, вы не против, чтобы они были и руководители в вашем объединении вообще? Нет, конечно, нам очень нужна и в помощь. Ясно, спасибо большое. Ну, что сказать, время прямого эфира подходит к концу, пора подводить итоги интерактивного голосования, сегодня мы его сформулировали так. Как вы празднуете День Победы? Ходим всей семьей на парад и шествия, смотрим все мероприятия по телевизору, навещаем родных, участников и ветеранов войны, и у нас на экранах есть результаты. 133 звонка и ответы распределились следующим образом, значит, 27% у нас ходят на все парады и шествия, 53% смотрят по телевизору и 20% навещают родных, близких и проводят этот день именно с ними. Ну, вот видите, телекоммуникации, все-таки за ними будущее, 53% смотрят все парады и шествия по телевизору. Кстати, все телезрители могут тоже увидеть парад 9 мая в прямом эфире на телеканале ОРТ, то есть все происходящее в Оренбурге вы будете видеть на ваших экранах. Вот, ну, пора прощаться, сегодня в прямом эфире обратная связь, я еще раз напомню, была Елена Умичевич, руководитель сполкома Оренбургского регионального отделения «Бессмертный полк России», Ирина Уколова, региональный руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Оренбургской области и Федоров Владимир Васильевич, это председатель правления регионального центра обращения граждан «Дети войны». Спасибо вам большое за участие, очень интересная беседа. Я думаю, что, в принципе, мы не будем надолго прощаться, мы будем с вами встречаться и по вашей работе, и вместе на каких-то мероприятиях уже у нас. Вот, спасибо за то, что откликнулись, было очень интересно. Я хотел взаимно поблагодарить, и ваша работа, она действительно не останется бесследна, она все останется и в истории. Вам благодарны «Дети войны», которых вы уже снимаете, когда берете интервью. Спасибо вам за эту работу. Ясно, спасибо. Еще раз, до свидания, уважаемые телезрители, оставайтесь с нами, всего вам хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok